Я приветствую всех, кто встречает новый день с нами в эфире Вести Утро. Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова. Тише едешь, дальше будешь. Следовать этой народной мудрости во время поездок по загородным трассам теперь будет невыгодно. В России вводятся штрафы для водителей тихоходных автомобилей. Раскошелиться придется автовладельцам, которые едут за городом со скоростью менее 30 км в час или перевозят крупногабаритные грузы и не желают пропустить следующий занятий. Теперь по закону за это установлен штраф. Тихоходам, тормозящим движение на автомагистралях, придется выложить от 1 до 1500 рублей, сообщает РИА Новости. Вы любите фотографироваться и выкладываете фото в интернет? А хотите, чтобы эти снимки увидели не только ваши друзья из соцсетей, но и зрители телеканала «Россия»? Тогда примите участие в акции «Покажи свое утро в своем городе». Всего-то и нужно, что щелкнуть себя на фоне утреннего города, а затем выложить это селфи в Инстаграм. Только не забудьте в комментариях указать хэштег «Утро России Нальчик». Снимки из самых активных городов страны будут показаны в программе «Утро России», которая и является организатором акции. Все подробности вы можете найти на нашем сайте вестикбр.ру. Своебразная зона отдыха, на которую обращают внимание все, кто едут в Приэльбрусе, появилась по дороге в Баксанское ущелье. Изящная деревянная композиция уже успела приобрести статус местной достопримечательности. Скамьи и стол выполнены из цельных деревянных коряг, которые были найдены в лесу. Затем всю конструкцию покрыли специальной краской, которая должна защитить от влаги. В самом конце появилась декоративная роспись и живописные картины с изображением местных пейзажей. Автор – житель Жанхотека Шамиль Жабелов, который также известен своей любовью к собирательству необычных камней. В столе предусмотрены и урны для мусора, вот только, к сожалению, пользуются ими далеко не все. Сотрудники райадминистрации Кабардино-Балкарии сменили деловые костюмы на спортивные. В эти дни в республике проходит спартакиада муниципальных служащих. Соревнуются белые воротнички в пяти видах спорта. Работников местных администраций мы привыкли видеть за оформлением важных бумаг. Но, как выяснилось, в спортзале они чувствуют себя не менее уверенно. И соревнуются, кто выше, быстрее и сильнее. Посвящена нынешняя спартакиада Дню местного самоуправления. Официальное открытие состоялось на детском стадионе. Вы, как никто другой, знаете проблему сел, поселков, городов нашей республики. Вы, как никто другой, знаете о задачах, которые надо выполнять местному самоуправлению. А чтобы выполнять те грандиозные задачи, которые стоят перед муниципальными работниками, надо иметь крепкое, мощное здоровье. А здоровье можно получить только занимаясь спортом. Все 13 муниципалитетов выставили ровные составы. Особенно острая борьба развернулась в метании мячика. Девушки били один рекорд за другим. Победителя выявил лишь последний бросок. В прыжках в длину лучший результат показал сотрудник Терской райадминистрации. 5 метров 79 сантиметров. Для чиновника почти рекорд. Также выявили сильнейших в беге и настольном теннисе. Спартакиада показала, что в муниципальных служащих силен спортивный дух. Интернет спасает пожилых людей от депрессии. К такому выводу пришли американские ученые. Зачастую представители старшего поколения страдают от депрессии, вызванной чувством одиночества и изоляции. Между тем исследователи отмечают, что пользование интернетом может сокращать вероятность депрессии более чем на 30%, пишет газета Daily Mail. И неудивительно, ведь благодаря интернету пожилые люди получают возможность общаться и оставаться на связи с их социальным кругом. И просто меньше чувствуют себя одинокими. И пока это все, увидимся в следующем часе. Я приветствую всех, кто встречает новый день с нами в эфире «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова. Тише едешь, дальше будешь. Следовать этой народной мудрости во время поездок по загородным трассам теперь будет невыгодно. В России вводятся штрафы для водителей тихоходных автомобилей. Раскошелиться придется автовладельцам, которые едут за городом со скоростью менее 30 км в час или перевозят крупногабаритные грузы и не желают пропустить едущие за ними машины. Теперь по закону за это установлен штраф. Тихоходам, тормозящим движение на автомагистралях, придется выложить от одной до полутора тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Снимки из самых активных городов страны будут показаны в программе «Утро России», которая и является организатором акции. Все подробности вы можете найти на нашем сайте вести.кбр.ру. Своеобразная зона отдыха, на которую обращают внимание все, кто едут в Приэльбрусе, появилась по дороге в Баксанское ущелье. Изящная деревянная композиция уже успела приобрести статус местной достопримечательности. Скамьи и стол выполнены из цельных деревянных коряк, которые были найдены в лесу. Затем всю конструкцию покрыли специальной краской, которая должна защитить от флаги. В самом конце появилась декоративная роспись и живописные картины с изображением местных пейзажей. Автор – житель Жанхотека Шамиль Жабелов, который также известен своей любовью к собирательству необычных камней. В столе предусмотрены и урны для мусора, вот только, к сожалению, пользуются ими далеко не все. Сотрудники райадминистрации Кабардино-Балкарии сменили деловые костюмы на спортивные. В эти дни в республике проходит спартакиада муниципальных служащих. Соревнуются белые воротнички в пяти видах спорта. Работников местных администраций мы привыкли видеть за оформлением важных бумаг. Но, как выяснилось, в спортзале они чувствуют себя не менее уверенно и соревнуются, кто выше, быстрее и сильнее. Посвящена нынешняя спартакиада дню местного самоуправления. Официальное открытие состоялось на детском стадионе. Вы, как никто другой, знаете проблему сел, поселков, городов нашей республики. Вы, как никто другой, знаете о задачах, которые надо выполнять местному самоуправлению. А чтобы выполнять те грандиозные задачи, которые стоят перед муниципальными работниками, надо иметь крепкое, мощное здоровье. А здоровье можно получить только занимаясь спортом. Все 13 муниципалитетов выставили ровные составы. Особенно острая борьба развернулась в метании мячика. Девушки били один рекорд за другим. Победителя выявил лишь последний бросок. В прыжках в длину лучший результат показал сотрудник терской райадминистрации. 5 метров 79 сантиметров. Для чиновника почти рекорд. Также выявили сильнейших в беге и настольном теннисе. Спартакиада показала, что в муниципальных служащих силен спортивный дух. И напоследок любопытный факт для тех, кто собирается на первое свидание. У вас будет ровно 12 минут, чтобы произвести хорошее впечатление. Именно это время является определяющим, выяснили психологи. В этот момент привлекательность потенциального партнера оценивается прежде всего по его улыбке, глазам и тембру голоса. В число факторов, способных отпугнуть возможного партнера, попали запах тела и несвежее дыхание, пишет Федерал пост. В ходе опроса также выяснилось, что некоторые люди относятся к первому свиданию со всей серьезностью. Женщины и даже мужчины заботятся о своем внешнем виде и даже готовы сесть на диету, чтобы понравиться новому знакомому. И это все. Я с вами прощаюсь. До завтра и удачного дня. Субтитры создавал DimaTorzok